Привет всем! Особый привет моим коллегам из группы Transatlantic Connections, которая была создана три месяца тому назад. И это люди интеллектуальные, им будет очень интересно послушать, посмотреть это видео. Здесь будет дискуссия между Геннадием и Сэмом. Сэм это я. Мы очень одинаковые, очень разные люди. Ну в общем-то даже полярно разные. И когда Геннадий увидел по скайпу, когда мы начали нашу программу, что я сижу на фоне американского флага, он сказал, что он должен обязательно повесить российский флаг, а то так будет нечестно. Но я ему сказал, раз так, ну прояви патриотичность, поставь российский флаг. Так вот, наша дискуссия будет о флагах, патриотизме, национализме, свободе воли, вере, манипуляции, пропаганде, гипнозе, психологии и шаманах. А также о определенных манипуляциях и софизмах. Все, друзья. А главное, о силе воли. Я поставлю своего нового друга Геннадия, который сейчас находится у берегов Майами. И он находится на своей яхте. Ну вот сейчас мы делаем тест. Тест, тест, тест. Окей. Это у тебя вентилятор работает? Флаг колышется? Или это окно открыто? Просто интересно. Окно открыто. У меня вентилятор открыто. Значит, ты дышишь морским воздухом. Значит, у тебя должно быть классное настроение. Какая у вас там температура? Тридцать четыре. Плывет. Тридцать четыре, да? И влажность сильная? Да. А ты меня хорошо видишь? У тебя резкость хорошая на меня? Смотри, здесь резкость вполне достаточная для того, чтобы понимать, что напротив сидят два мужика и болтают. Отлично. Вот с этого мы и начинаем. Да. С этого мы и начинаем. Привет, друзья. Очень интересные вещи происходят сейчас в мире. Одни люди сидят где-то и грустят в своих домах. Другие люди находятся сейчас в море. Третьи где-то в горах. Один мой знакомый застрял в Сьерра-Леоне в Африке и тоскует там уже два с половиной месяца. И переболел он там малярией. И вот несколько дней тому назад я нашел Геннадия Шатова, который сейчас находится на своей яхте. Стоит на якоре около краснознаменного города Майами. Вы видите, с русским флагом, как положено. Его не окружил там 7-й и 6-й американский флот. И вот это вот такая закваска интересная. И что произошло? Что когда мы включили с Геннадием видеотрансляцию, он увидел, что у меня задний фон, американские флаги. Я ему сказал, это я не специально сделал, а это у меня такая студия. Ну студия у меня в моем подвале под домом. А он говорит, ну тогда я повешу российский флаг, потому что все-таки я человек из России. И мне хочется, чтобы мой флаг был, так сказать, представлял меня. Вот с этого мы начнем. Сначала мы, наверное, давай представимся. Добрый день. Меня зовут Геннадий Шатов. Я мастер перемен. Интересно. Мастер перемен. Я знал одного человека, он был мастер перестроек. Он живой, но уже такой престарелый человек. В общем-то, благодаря его мастерству я оказался 31 год тому назад в Америке, за что я его благодарю. А многие люди его проклинают за это. Не знаю почему. Ну объясни, я знаю, что ты любишь лаконично отвечать, но чуть-чуть больше расскажи про себя. Ну первый тогда вопрос. Как ты дошел до такой жизни? У каждого человека свой путь. Мой путь пролег через 54 года, через 104 страны, через океаны, через множество приключений. И привел меня к тому, что главным делом моей жизни теперь является философия. Ну и, собственно говоря, благодаря этим занятиям теперь мы беседуем с тобой. Они тебя, скорее всего, и заинтересовали. Именно это меня и заинтересовало. Но если бы у нас в руках не был инструмент, который называется интернет, то, конечно, мало шансов было бы нам с тобой в жизни встретиться. Ну, правда, мы могли бы встретиться где-то на пересечении каких-то параллелей меридианов, в открытом океане, и мы бы летели, мы бы летели как буревестники или как дельфины, как дельфины вот здороваются ультразвуком. А мы, между прочим, с тобой можем общаться и без экрана, но люди не увидят, как мы с тобой общаемся, и без телефона. Правда, мы можем? Мысленно. И доказательство тому было наш разговор позавчерашний, и мы потом придем к этому разговору, но это уже на закусочку. Наш разговор о полете космическом. Да, конечно, с удовольствием, и эту тему мы почтим своим вниманием. И чтобы долго не интриговать, вот этот разговор. Ты помнишь, как Щерлиц говорил? Главная, последняя фраза. Алло. Совершенно, да. Так вот, последняя фраза знаешь какая? Щерлиц, когда выходил, он говорил, главная, последняя фраза. Так вот, Маск завтра запускает людей в 4 часа дня. Оттуда как раз, с Флориды, да? Ты знаешь это, да? Нет, нет, не знаю. Ну вот, чтоб ты знал. А мы должны начать раньше Маска. Потому что Маск не самый умный. Да нет, ничего, отменят, отменят. Откуда ты знаешь? Ну вот, я тебе говорю, отменят. На этом разговор прервался. Но на второй день ракета таки не полетела. Итак, что же тебя заставило посетить такое большое количество стран, идти в океан и путешествовать по миру? Что-то же должно человека толкнуть на этом? Отвечу на этот вопрос. В жизни человека бывает такой период. Он называется кризис среднего возраста. Это период переоценки ценностей. Когда предыдущие цели и интересы перестают удовлетворять. Со мной произошло это событие. И в 40 лет я переосмыслил свою жизнь. И отправился в мир искать смысл жизни. И вот с тех пор я в этом поиске, я нашел свое место под этим небом. И, собственно говоря, это стало второй моей жизнью. В первой жизни я был спортсменом, бизнесменом, руководителем. Сейчас я преподаватель, помогая людям, просвещаю их в тех знаниях, которые удалось найти. Ну, в буддистской культуре слова преподаватель нет, но есть. Но, в смысле, оно как переводится, как с большой буквы учитель. Ты уже чувствуешь себя, что ты уже такой учитель? Исходя из твоего опыта жизни? Это чувствую не я, это чувствуют другие люди. Если ты почувствовал сам, что ты большой учитель, наверное, ты зашел не туда, куда-то. Но да, безусловно, для многих людей я являюсь каким-то примером, каким-то источником знаний. И они благодарны мне за это. А я благодарен им за радость, которую приносят они мне своими успехами, благодаря моим советам. Спасибо. Очень лаконично, коротко рассказал Геннадий про свою жизнь. Я тоже тогда в двух словах расскажу про свою жизнь. Я родился 69 лет тому назад в Киеве. И у меня тоже было много приключений, начиная с детского сада. В седьмом классе меня исключили из самой, наверное, показательной школы города Киева. Потому что я не справлялся с поведением. Мои родители в этот момент развелись. И произошло переломное в моей жизни деяние. Я ушел воспитываться на улицу. Хотя числился уже потом в другой школе. И потом я попадаю в криминальные круги. Потом я попадаю в советскую армию. И не просто попадаю в советскую армию. Я не стесняюсь этого сказать. Я работал прямо на борту ракет. Эти ракеты до сих пор стоят. Просто модернизированы. Мне бы не хотелось, чтобы они летели не отсюда туда, не оттуда сюда. Поэтому те флаги, которые за нашей спиной, пусть они на ветру таколышутся, но не происходит какая-то конфликтная ситуация. Ну, есть еще один флаг. Тоже там звездочки. Тоже он красный китайский. Не хочется, чтобы они тоже с нами пересеклись. Да? Итак, путешественники, которые выбирают сложные маршруты, это обычно мужчины. И довольно такие мужчины сильные духом. И физически сильные. И не всегда в таких группах есть женщины. Даже очень редко. Вот как вы справляетесь, если так, на год уйти без женщины? Ну, я уже не буду переходить на какие-то такие очень личные вопросы. Но вообще, как мужчины, которые долго находятся без женщин в стрессовых ситуациях, им женщины разве не нужны? Очень нужны. И мне кажется, любой нормальный мужчина тяжело переживает любое отсутствие женщин. Я не исключение. И мне также очень тяжело, когда я один. Длительных путешествий. Поэтому здесь особо развивать тему не стоит. Здесь нужно просто терпеть. Окей. Бог терпел и нам велел. А как? Помните замечательный фильм «Укращение строптивого»? Один терпел, два рубил, другой терпел. Колокол звонил. А я терплю. Паруса поднимают. Да. Особенно, когда они рвутся на мелкие куски. Потом их надо все это собрать в кучу. Поремонтировать. Это точно. Ну вот. А как вообще ты в одиночку путешествовал или все-таки небольшие группы? Я предпочитаю путешествовать в одиночестве. Но бывают случаи, когда я это делаю либо с клиентами, либо с пациентами, либо просто. Но мое предпочтение, конечно же, одиночное. Несколько слов об этом. Дело в том, что… Я спрошу. Можно я чуть-чуть дополню один вопрос? На какие… Ничего не получится. На какие самые большие расстояния ты передвигался? Дай мне ответить на предыдущий. Окей. Так. Почему я считаю, что одиночные путешествия мне более привлекательны? Да. Дело в том, что когда мы путешествуем в компании, мы не имеем возможности проверить, на что способны лично мы. Потому что мы имеем возможность на кого-то положиться. Кто-то может нас подстраховать. Но в связи с этим мы не знаем, что стоим лично мы. И поэтому каждому человеку просто надлежит обязательно делать свое большое, значительное, одиночное путешествие. Чтобы понять, сколько ты стоишь в этой жизни. Что ты знаешь в этой жизни. Как ты можешь справляться в одиночку без помощи совершенно уникальных и иногда очень опасных жизненных ситуаций. Без понимания себя самого ты не можешь познать мир в принципе. Потому что мир в первую очередь это то отражение, которое он делает внутри нашего сознания. И это можно сделать только в одиночестве. Итак, друзья. Я уже 6 лет общаюсь с людьми в Фейсбуке. До этого никогда не признавал социальные сети, компьютерные, айтишные, интернетные. Потому что я считал это балаганом, потому что я занимался бизнесом. Но в связи с тем, что я на пенсии, и как говорится, время свободное есть, я начал заниматься поиском интересных людей в социальных сетях и конкретно в Фейсбуке. Я перемолотил тысячи людей. У меня есть три айди, и я отфильтровал потом где-то три тысячи. Потом из этих трех тысяч я отфильтровал триста. А потом я отфильтровал примерно двадцать-тридцать. Да, отлично. Идем дальше. Я боялся, что у нас с тобой может произойти такой, знаешь, ночью, когда какие-то проблемы, и корабли проходят, большие корабли друг против друга, и что-то не складывается, и на клотике не горит огонь, и капитаны пьяные. Вот, происходят проблемы большие. Ну, слава богу, что мы трезвые. А вопрос сразу, по ходу, если ты алкоголь немножко употребляешь или нет? Ну, лет восемь назад последний раз выпил 50 грамм вина. Это принципиально? Нет. Просто нет необходимости. Дело в том, что алкоголь – это лекарство. Так. У меня нет болезней, которые лечатся алкоголем. А у тебя было в жизни, что ты пьяный был, напивался? Да, я был три раза пьяный. В 14 лет, в 16 лет и в 18. И даже это у нас с тобой сходится? Вот, выпивал три раза. Подожди, но в возрасте, когда ты был в бизнесе, например, в возрасте между 30 и 40 годами, и ты был в бизнесе, будем говорить, на постсоветском пространстве, где ты был в бизнесе? В России, в Молдавии или в Молдавии, в России, в общем, на всем постсоветском пространстве? Где ты был в бизнесе? В 88-м году я открыл свой первый кооператив и занимался бизнесом ровно 20 лет. Территория моей деятельности была, в общем-то, весь СНГ, сначала Советский Союз, а потом СНГ. Очень важный вопрос. Очень многим людям для жизни, они считают, что им нужен алкоголь. И они просто не могут жить без алкоголя, потому что они этим алкоголем как бы заливают свои проблемы. А вот у меня проблем нету, но я все равно каждый день пью пару стаканчиков вина. Почему? А я как машина. Вот машине нужен, например, газолин, ну, бензин. А мне нужно вино. И во всех странах, Италия, Греция, ну, в средиземноморских странах, там все мужчины пьют каждый день 2-3 стаканчика вина, это нормально. Вот я вот такой средиземноморный такой я. А ты говоришь, что тебе не нужно. А я говорю, у меня нет необходимости в этом. Совершенно. Алкоголь – это лекарство, и есть специальные болезни, показания для того, чтобы его принимать. То есть в старые времена, в старые времена, например, водку, например, действительно принимали как лекарство? Ну, в принципе, вся пища – это есть лекарство. Любая пища – это форма лекарства. И наоборот, любое лекарство – это форма питания организма. И в зависимости от того, где ты живешь, какая у тебя форма жизни, какое у тебя телосложение, сколько тебе лет и так далее, это показания для применения того или иного типа лекарства или пищи. Окей, вернемся к нашим прямым вопросам. И спасибо большое тебе за такую открытую информацию, потому что некоторые люди, они не хотят о себе столько рассказывать, сколько рассказал в данном случае ты. У меня есть вопрос, как справляться со стрессом, когда находишься в ситуации, что тебе кажется, что уже хуже не бывает. Вот ты в данном случае, я сейчас подправлю, ты в данном случае нашел для себя отдушину и, как говорит Алитет, уходит в горы. Сел на мотоцикл и поехал. А вот другие люди не могут так, они вообще ничего не могут. И они после этого перелома иногда просто физически умирают, а иногда просто становятся поломанными людьми. Вот тогда они будут искать тебя. Соглашусь с этим, они будут искать меня. Итак, вопрос, который ты задал, как справляться со стрессом, я почему задумался? Я задумался над тем, как ответить коротко. Как не потратить на это полтора-два часа лекции? Дело в том, что стрессы бывают нескольких типов. Есть краткосрочные и долгосрочные виды стресса. И краткосрочные – это болезненное состояние психики. Вот тут, кстати, прекрасно работает такое лекарство, как алкоголь. Алкоголь – это лекарство амнезия. Это лекарство, которое снижает чувствительность. Мы забываем. Так вот, можно для снятия воли волос, шока, эмоционального хрена, к примеру. Это снятие краткосрочного стресса. Алкоголь категорически не подходит для снятия длительного стресса. Если мы начинаем этим лекарством снимать длительный стресс, а длительный стресс – это депрессия, то тогда мы гарантируем себе алкоголизм. Здесь нужны другие способы для снятия стресса. И здесь при длительных стрессах необходима цель, как лекарство. Нет цели – есть депрессия. Нет, есть депрессия – нет цели. Это закономерно. Поэтому, если нужно снять очень длительный стресс, нам необходима цель или смысл. То есть ты помогаешь людям… Сотверждающейся внутри цели. То есть ты стараешься помочь людям убрать туман, который перед ними, и чтобы они увидели свою цель. Примерно так? Это один из аспектов. Вообще психология, конечно, огромный блок. И люди проявляют в своих интересах различные грани этого блока знаний. И поиск цели или смысла жизни – одна из граней таких. А есть очень много проблем. Например, люди, у которых все прекрасно с целью, но есть внутренние травмы, которые мешают жить. Вот у них совсем другой маршрут. Другие лекарства, другие рекомендации, другой образ жизни, другие упражнения, которые я даю. И так далее. В общем-то, есть несколько основных типов проблем внутренних, духовных. И они имеют каждый свой путь решения. Окей. Мы сейчас углубились очень сильно в психологию, и некоторые люди заскучают. Сейчас вывернем. Да, сейчас вывернем. Некоторые люди заскучают, поэтому мы поменяем ГАЛС. Сейчас мы перестроим наши паруса. Я не профессиональный журналист с семиклассным образованием. Я всегда этим козыряю. Это мой такой козырь, потому что моя семерка козырная бьет трех тузов, которые не козырные. Так или не так? Позволю не согласиться, если честно. Окей. Вот начинается конфликт. Я люблю конфликт. Еще раз я повторяю, чтобы ты понял. Ты в карты когда-нибудь на деньги играл серьезно? Я профессиональный игрок в покер. Окей. Ну так мне с тобой это совсем легко. Я играю в карты с девяти лет. Бывший. Бывший профессиональный игрок. И я бывший. И я бывший. Потому что я понял, что профессионализму нет предела. И я не хочу свою жизнь посвятить картам. Так же точно, как я не хочу посвятить свою жизнь, например, ипподрому. Я играл на всех ипподромах мира. Я знаю всех лошадей мира и всех наездников. И знаю, какие деньги оборачиваются там. Все знаю. Только не летаю. Да. Вот не летаю. Я один раз пробовал летать с сарая. Руки-ноги поломал. Было у меня и такое. Ты не пробовал летать с сарая? Крылья не привязывал, нет? Пробовал. Ну, без крыльев. А ты без крыльев? Просто руки вот так? Тоже не получилось. Но я в снег летел. А, хорошо. А я на траву. Я просто был уверен, что я полечу. Потому что я во сне. Во сне я все время летал во сне. Да, конечно. Я и сейчас летаю. Ты можешь представить? Я в 69 лет летаю еще. Это вообще... Это не имеет значения. Возраст не имеет значения. Это имеет значение внутреннее состояние души. Так вот, что людей заставляет подниматься на Джамалунгму? Или на какой-то недосягаемый ледник? На скалу? Для того... И чтобы только там наверху поставить флаг своей страны. Вот что людей... Это патриотизм? Или это великий эгоизм? Это два вопроса. Отвечу на первый. Отвечу на первый. Что людей заставляет совершать очень трудные... поступки в нашей жизни? Расскажу. Это чисто психологически. Момент. Извини. Момент. Конкретно. Не трудные поступки. А именно полезть на самую высокую гору. И он знает, что там уже погибло тысяча людей. Или уйти в одиночку в океан, зная, что там тоже тысяча людей. Вот конкретно. А не просто... Это все... Это все трудные поступки. Я сейчас расскажу, почему мы туда идем. Потому что они не имеют конкретной полезной пользы на первый взгляд. Неплохо получается. Неплохо. Просто техника нам мешает. Подожди, подожди. Прикол. Я говорю, нам с тобой техника мешает. Вчера техника помешала этим... Они там триллионы долларов платят за космическое пространство. Им помешало. А что уже говорит за нас тогда, да? Итак, что заставляет людей подниматься на высочайшие вершины, преодолевать океаны, забираться на полюса? Отвечу. Каждый человек имеет три типа ресурсов. Это оперативный, это и скрытый. Так вот, что интересно. Если оперативный и резервный нам известны, то доступ к скрытым ресурсам нашего организма, нашего сознания, возможно только в экстремальных состояниях. Так вот, подсознательно человек однажды подходит к моменту жизни, когда он понимает, он испытывает сильнейший внутренний голос, зов. Мне нужно сделать что-то экстраординарное для меня самого, чтобы раскрыть свой потенциал, чтобы получить скрытым ресурсом. Вот почему происходит движение, такой зов наверх или в океан, или на северный, или на южный полюс. Это вполне естественное, разумное и очень полезное действие. А у животного есть такое? Как ты думаешь? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Это одно из качеств, которые отличают нас от животных. Мы понимаем, да, мы понимаем, мы осознаем наличие скрытых ресурсов. Животное не осознает. Оно не имеет творчества в том виде, в том понимании, которым занимается. Для нас творчество – это необходимость развиваться, необходимость реализации. А у животного такого позыва нет. Он удовольствуется примитивными какими-то предметами. А человек идет дальше. Он творит. Он применяет любовь и знания. И соединение этих двух качеств рождается третье. Это плоды. Это творчество. А может быть, вот это чувство экстрима быть замешано на личном эгоизме? Показать всем, что я самый крутой? Один из способов реализации или доступа к скрытым ресурсам – это мотив такой, это предлог, это доказать всем, что я могу, что я сделал что-то такое, что потом будет привлекать ваш взгляд, то есть, что я лучше вас. Но это все лишь подоплека для действительной причины. А причина – это необходимость доступа к скрытым ресурсам организма или человека. Ну, это такой профессиональный ответ психолога. Совершенно верно. А я хочу сейчас более на социальную тему. От психологической перейти немножко на социальную, а то ты стал очень серьезный. А что тянет человека, поднимаясь на эту гору или поднимаясь на полюса или еще куда-то, тащить за собой флаг? Ну, я знаю, для чего я поставил этот флаг. Это я этим флагом просто людей провоцирую. Ну, каждый применяет по-своему. Ну, поговорим о патриотизме, да? Я так правильно понимаю? Вопрос такой, что заставляет человека тянуть за собой? Ну, хочет он перед собой, себе, я хочу себе сам доказать, лучи гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Ну, мы знаем все эти слова. Но Высоцкий не тянул туда флаг. И я знаком с людьми, которые покоряли Северный и Южный полюс, которые покоряли разные очень какие-то вершины. Вот, и одни из них тащили туда флаг, а другие нет. Ну, одни патриоты, другие нет. А патриот это хорошо или плохо? Ну, это самому нужно решать, человеку. Один патриот, патриот, и ему от этого хорошо. А другой не патриот, и ему от этого хорошо. Опять мой провокационный вопрос. Давайте разберемся тогда, что такое патриотизм. Именно об этом я и говорю. В моем понимании, в данном случае, ты мне задавал. Это легко. Это легко. Патриотизм, это любовь к родине. Могу я первый ответить на этот вопрос? Пожалуйста, конечно. Да, я слышу тебя. Ты мне тоже задавай вопрос. Я вот сейчас задал вопрос, что такое патриотизм. В моем понимании, патриотизм – это личное чувство человека, привязанность к своему стаду. И показать в этом стаде, что ты не последняя овца. Это мое понимание патриотизма. Привязанность к какой-то одной территории, к одной какой-то стране, городу. Можно быть патриотом своего дома. Можно быть патриотом своего района. Вот район на район дерутся. Они же патриоты. Каждый патриот своего района. Потом страна на страну дерется. Потом конфессия на конфессию дерутся. Религиозные. Потом политические течения дерутся. Они все патриоты. Я человек земли. Я патриот земли. Вот мое понимание патриотизма – я человек земли, хочу жить на земле, так как русские говорят, мы хотим жить в Россию, пусть провалится Америка, чтобы она сдохла. От Америки все зло. От жидов зло. От Америки. От китайцев. Мы самые православные. Мы самые лучшие. У нас на флаге три цвета. У нас тоже три цвета. Но этот флаг у меня чистая. Чистая. Чистая подъебка. Я должен использовать это слово. Хотя я очень люблю Америку. Я люблю Америку за то, что Америка помогла моей жене родить ребенка, у которой было четыре выкидыша в Советском Союзе. И у меня были друзья-профессора, патриоты все, которые не смогли помочь. Сказали, ты облученный в ракетных войсках, и у вас детей не будет. Ребенок родился в Америке. Моей маме было 69 лет, когда мы приехали. Врачи сказали, что она умрет очень скоро. Она прожила в Америке 30 лет благодаря американской медицине. И я все равно не стал патриотом. Я просто люблю Америку. Агитацией занимаешься? Занимаешься антиагитацией теперь? У меня нет в этом никакой необходимости. Только ты путаешь крепко понятие патриотизма с национализмом. Это совсем разные вещи. А за национализм я вообще молчал. Тогда расскажи мне. Может, я что-то не понимаю. Нет, ты за патриотизм сначала расскажи. Патриотизм. Отвечаю. Патриотизм не больше и не меньше. Это любовь к родине. Это прекрасно. Любой человек, который испытывает патриотизм, он сильнее, чем не патриот. Чем он сильнее? Просто сильнее. У него сила духа сильнее. Я объяснял. Я объясню. Что когда у человека есть любовь к чему-либо, он совершит больше с помощью любви. Потому что любовь к родине в данном случае будет активировать его скрытые ресурсы. Вот и все. Когда нет любви, когда нет патриотизма в данном случае, ты не имеешь доступа. Потому что любовь, вот эта самая любовь, она как ключик открывает еще один кусочек моих ресурсов. И еще, и еще. Вот и все. Просто-напросто патриот сильнее, чем не патриот. Тогда я продолжаю провокацию. Тебе же интересно на провокацию отвечать? Или нет? Если нет, я уйду на другие вопросы. Ты родился в Молдавии и детство провел в Молдавии. Почему у тебя российский флаг? Я родился в Киеве. Для меня флаг украинский, это мой родной флаг. Но он у меня есть. У меня вон там израильский есть, итальянский, где я провел много лет. У меня все флаги есть. Я в следующий раз все вывешу. Сейчас я специально провоцирую. У меня все флаги есть. Где я жил, в каких странах, у меня есть все флаги. Понимаешь? Ты родился в Молдавии. Почему? Если ты патриот, где Молдавский флаг? Молдавия хорошая страна. Я люблю вино молдавское. Я родился в Советском Союзе. А, так повесь советский флаг. Чего ты российский повесил? Советский повесь. Россия правоприемница Советского Союза. Я русский человек. Россия меня вскормила. Своей культурой, своими знаниями. Она заботилась о моей безопасности, о моих душевных качествах. Она воспитывала меня. Она меня обучала. Из-за этого я испытываю уважение к ней. Россия тебя воспитывала в Молдавии? Да, не только. Не только. По всему Союзу. Подождите, вопрос конкретный. По всему Союзу я есть. Молдавский язык ты досконально знаешь, без акцента? Я вообще его не знаю. А я вольно владею украинской мовой, потому что я родился на Украине. Хоть я и еврей, я родился на Украине, я не знаю своей мовы. То я патриот Украины. Но я не патриот Украины, я патриот всей земли. И я не люблю, когда на украинском телевидении или украинская пропаганда пропагандируют на украинском языке. Их просто никто не поймет, кроме их самих. Неплохо я сказал? Наверное. Я не очень понял, но заранее согласен. Просто я человек земли. Продолжили. Мы попали... Это классно. Это классно. Все идет так, как надо. Ну, про Джамалунгму мы все поняли. Про флаги мы уже все поняли. Но все-таки для моих украинских друзей я поясню. Так, я вольно володею украинской мовою. Я могу сказать, что в Украине, что на Украине. Украина двоязычная страна. И если бы украинская пропаганда давала больше напора на русском языке, то многие бы в России больше поняли, о чем идет речь. В данном случае, вы видите, Геннадий как бы уходит в свои пенаты. Но мы продолжим сейчас эту тему. Я думаю, что вы поняли, о чем я здесь хотел сказать. А как ты относишься, например, к популярным лицам, заинтересованные какие-то организации? Они себе выбирают каких-то раскрученных, такие раскрученные маски. И через эти маски, они на телевидении и везде в интернете, они, будем говорить, организовывают стадо. И стадо за ними тянется. Как ты к этому процессу относишься? Давай еще раз, только по-русски. Окей. Как ты относишься к популярности и к тяготению масс к людям, раскрученным на телеэкране? Любое общество имеет свои лидеры. Любое общество имеет своих лидеров. Эти лидеры могут быть деятелями культуры, искусства, спорта, политики. Это нормально. А могут они быть быками-провокаторами? Могут, конечно. А как раз? Ну, есть одно качество, которое определяет. Я уже говорил раньше, что человек, он обладает тремя качествами. Сила, интеллект. О, прекрасная вода, я ее обожаю. Сила, интеллект и доброта. Так вот, люди-провокаторы, люди, которые, ну, злые, они просто-напросто умные и сильные, но не добрые. Так вот, поэтому нужно смотреть на доброту. Окей. Пропаганда и манипуляция массами. Это сугубо человеческое? Или в животном мире тоже есть какая-то пропаганда и манипуляция? Ты никогда об этом не думал? Это странный вопрос. Я задаю странные вопросы, потому что я странный человек. Еще раз. Возможно ли в животном мире в стадии в каком-то пропаганда и агитации? Сомневаюсь. Сомневаюсь. Я не имею такой информации. Все-таки я не зоолог. И о жизни животных знаю не так много, как о жизни людей. Я вам лучше про людей расскажу. Хорошо. Пропаганда и манипуляция есть такие термины, и люди пользуются. Пропаганда – это демонстрация своих собственных взглядов, каких-то. Ну, каких-то взглядов, которые… Слово пропаганда в те древние времена, 2000 лет тому назад, было позитивное слово. Это то, что ты говоришь, это выражение мысли и распространение ее. Да, совершенно верно. Я имею свои взгляды, и я их пропагандирую. Я занимаюсь пропагандой точно так же. Вот я пропагандирую целесообразный образ жизни. И здоровый. Здоровый, свободу воли, свободу реализации, счастье, силу, доброту и интеллект. Я это пропагандирую. Поэтому не вижу никакой проблемы в пропаганде. Теперь по поводу манипуляции, да? Ну, в принципе, любой гипнотизер знает, что манипулировать людьми нельзя. Это невозможно. Возможно, 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 я тебе миллион примеров дам. Миллион примеров. К сожалению, это не будет манипуляция. А что это будет? Еще ты же не знаешь, какие примеры я дам. Я все-таки профессионал своего дела. Я знаю все вопросы, потому что я на них отвечал уже много, десятков раз. В общем, идея проста. Манипуляция – это побуждение человека принять невыгодное для него решение против его воли. То есть, другими словами, как запудрить человеку мозги для того, чтобы он принял неверное, ненужное, нежелательное для него решение. Верно? Я правильно сформулировал термин «манипуляция». Определение правильное. Открывите, идем дальше. Идем дальше. Я дал определение манипуляции. Ты с ним согласен? С определением манипуляции? С определением манипуляции. Теперь идем дальше. У каждого человека есть свобода воли. Ты с этим согласен? Нет. Отлично. Значит, вот здесь уже мы подошли тогда к вопросу веры. Мы. Один человек верит в наличие свободы воли. Другой человек не верит. Вот те, которые не верят в свободу воли, они могут быть манипулируемы. Другими словами, они предоставляют себя чужим взглядом. А человек, который считает, что свобода воли – это неотъемлемая часть абсолютно любого живого существа. Они неуязвимы для манипуляции в принципе. Потому что свобода воли – это тот дар природы абсолютно каждому живому существу, каждой бактерии. Индейцы, вот я обучался у одного шамана, он мне сказал такую фразу, что и один человек может привезти лошадь на водопой, но даже 40 человек не могут заставить ее напиться. Так вот, это проявление свободы воли. То есть у лошади тоже есть свобода воли? Абсолютно, повторю, абсолютно. И у курицы есть свобода воли? У курицы и даже у дерева, у цветочка, у всего есть свобода воли. Она проявляется, она проявляется везде и всегда. В велении души. Так вот, вы конкретный, никогда не заставите любить. Любить вы будете всегда и исключительно только пользуясь свободой воли или силой воли. Сила воли – это инструмент, а свобода воли – это состояние этого инструмента. Очень интересно, очень детально. По большому счету, я обучаю людей пользоваться таким удивительно красивым и могущественным инструментом под названием сила воли. И вот когда человек понимает, что в его руках палочка-выручалочка, цветик-семицветик, благодаря которому исполняются желания, просто он не умел пользоваться этим инструментом, вот тогда начинают происходить чудеса в жизни любого человека. И закончу вопрос о манипуляции или зомбировании человека словами одного из моих учителей, Жанна Гадена. Когда мне покажут двоечника, зомбированного в отличника, я поверю в манипуляцию. Сразу же поверю. Другими словами, невозможно манипулировать людьми. А если кто-то предлагает невыгодные решения, невыгодные задачи, невыгодные направления, он только лишь реализует внутренние мои ошибочные заблуждения. Но пойти по этому направлению, когда человек осознает эту простую мысль, что манипуляции как таковой не существует, что манипуляция это не больше и не меньше, а реализация внутренних, очень странных желаний, очень странных. Когда я провожу сеансы гипноза и говорю, твоя рука не двигается, и у него рука не двигается. Я говорю, твоя нога вросла в пол. Ты не можешь ее сдвинуть. И он не может сдвинуть. Я честно говорю, я не знаю, откуда взялось такое желание у тебя. Да, с точки зрения, странное желание испытывать ногу, вросшую в землю. Но вместо системы это желание объективно присутствует. И как только гипнотизер, любой гипнотизер, потребует выполнить любого гипнобильного человека, что-то, что идет против воли, его осознания, против его силы воли, он сразу же выйдет из состояния гипноза. Мгновенно. Другими словами, невозможно заставить человека любить. Невозможно. Это прерогатива самого-самого центра нашего сознания. Это сила воли. Видишь, как я внимательно слушал. Для меня слушать 7 минут речь, это то же самое, что выдержать 15 ударов по почке и по печени. Но я выдержал. Я выдержал. И в этом, наверное, проявляется моя сила воли. Потому что я сказал, Сэм, закрой рот и слушай. Потому что если ты будешь прерывать, человек не сможет высказать важные мысли. А ты выдержишь теперь 6-7 минут? Если будет тебе интересно. А ты же не спрашивал меня, было ли мне интересно то, что ты говоришь. Если тебе не интересно, то ты должен был прерывать. Нет. Нет смысла. Это очень важно. Мы сейчас поднялись на Джамалунгму вдвоем. Ты со своим флагом, а я со своим флагом. Ну, виртуальным. Да, конечно. Я не буду на Джамалунгму, во-первых, подниматься, потому что там очень много трупов по горе к Джамалунгме, вот к вершине. И у людей, которые идут туда наверх с этими тяжелыми рюкзаками и с флагами. И когда они видят этих замерзших людей сотни справа и слева от себя, у них должно очень портиться настроение. Но их эго толкает их дальше. Думают, а вдруг я не замерзну. Проходит еще там 200 метров и становится там, замерзает рядом. Ну, я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что отчасти, конечно, я с тобой согласен. Если бы я не имел силы воли, то я бы не достиг того, чего я достиг. А достиг я очень многого. Поздравляю. Но сила воли для меня была не все. А было для меня очень часто везение, предчувствие и просто прямая какая-то божественная сила, которая мне помогала это делать. И это не зависело от моей силы воли. Так же точно, как неужели твоя сила воли подсказала тебе, что этот космический корабль вчера не полетит. Это что, сила воли тебе подсказала? Я сейчас всем расскажу. Конечно. Настал момент. Настал момент. У меня есть аудиозапись. Я поставлю по времени. Вечером, накануне отправления космического корабля Dragon, я позвонил Геннадию. И мы разговаривали минут 45. У меня полная запись есть. По времени там все показывает. Это же компьютеры. Они все фиксируют. И сейчас они фиксируют. Я удивляюсь, зачем они нам дают. Сбои дают. Я думаю, что и стране, которая представляет флаг за твоей спиной, и стране, которая представляет флаг за моей спиной, наш разговор сейчас должен быть очень интересен. Намного интересен, чем говорит CNN, Факс и Первый канал, и канал Россия. Потому что они там говорят за большие деньги то, что им приказывают. Тебе кто-то приказывал то, что ты сейчас мне сказал? Нет. Это проявление свободы воли. О! И я тоже. У меня такое же проявление, только не свободы воли, а моей индивидуальности. Потому что ты ее можешь назвать свободу воли. Потому что я честный человек. Я могу иногда приукрасить, потому что я дизайнер. Конечно, в моем воображении я вижу иногда, там вот, как говорится, место некрасивое, а вдруг вижу, что на этом некрасивом месте расцвели цветы. И когда я людям это пытаюсь показать, они этого не видят, говорят, ты сумасшедший, какие цветы. Посмотри, вокруг голые скалы. Я говорю, на них растут цветы, вы просто не видите. Или как говорил, ну, видишь, я тебя не подгонял. Это неправильно. Сейчас ты сделал неправильно. Ты отвлекаешься просто немножко от того вопроса, который хочешь рассказать. Видишь, ты хочешь манипулировать мною, тебе не получится. Подсказывай. Сила воли. Нет, в данном случае я знаю, что я говорю. Окей. Все. Принято. Принято и больше не повторится. Ницше говорил в Заратустре, именем Заратустре, Ницше говорил, что люди, когда идут, они либо смотрят по сторонам, либо смотрят себе под ноги. Они не могут долго смотреть вверх. У них шея начинает болеть и глаза туманятся, особенно когда полдень и солнце очень резко светит. А вот орел сверху, их всех видит с высоты 3 километра. Он даже видит муха, где летит над землей. Это точно. Так вот, для того, чтобы превращаться в орла, надо иметь такой жизненный опыт. Не столько образование, как жизненный опыт и божественную силу. Я ее не религиозную, а божественную силу. Божественная сила, это значит, в моем организме, в моем теле, есть какой-то орган неизвестный никому, который называют душа. Ты видишь, я перехожу, я знаю, куда я перехожу. Притом, я это не заранее знаю, а это у меня происходит по ходу действия, это творческий процесс. Я не готовил эту речь. Это экспромт. Поэтому тот орган, который во мне находится и в каждом живом существе, как ты говоришь, у каждого живого существа есть сила воли, личная сила воли. Так же самое, как в каждом живом существе, в том числе и в дереве, есть такая называемая душа. Это какая-то энергетическая невидимая субстанция, которая связана между собой во всей Вселенной. Это и есть Бог, по-моему. Но дело в том, что у них душа чувствительная, и она связана с рассудком, с мозгом, и мозг, контактируя с душой, создает гениев, которые создают гениальные вещи. А вот таланты – это люди, которые своим трудом, своей силой воли и своим напряженным трудом создают тоже великие дела. Но они не могут создать такие великие дела, как люди гениальные, у которых душа и разум соединены и считывают очень тонкие материи, очень тонкую энергетику Вселенной. А если объединить вот эти вот души, вот этих гениев, вот это и есть Бог. Но дело в том, что мы знаем, что есть и дьявол. Так вот в этом всем есть и Бог, и дьявол. Потому что некоторые гении, даже не некоторые, наверное, половина из них создают те вещи, которые потом убивают людей. Вот в этом и есть мое понимание. Я понимаю силу воли, но есть сила сильнее силы воли. Вот это мое такое… Я могу потом более конкретно еще, я должен подготовиться, потому что сейчас это экспромт. Если я подготовлюсь, я скажу более сложенную речь. Потому что мои некоторые речи люди не понимают. Потому что я их поднимаю туда, где орлы, у них начинает голова болеть. Я не хочу перегружать. Пошли дальше. Нормально? Идем дальше. Отчасти ты со мной согласен? Прекрасный взгляд. А вот теперь частные вопросы. Сейчас частные вопросы. Ты знаешь, что я согласил в эту группу. Я время от времени создаю группы. Вот извини, нахрена мне эти группы нужны? Если я самодостаточный человек, я видел весь этот мир так же, как и ты видел. Я общался с тысячами людей. У меня есть опыт. Я заранее знаю, что человек мне уже скажет. Если я с ним пообщаюсь 10 минут, задам ему вопросы, он мне может ответить или не ответить. По его ответам или не ответам я уже буду… Потом я знаю образование человека. Я знаю, где он живет. Я знаю, он женат или не женат. Я знаю, есть ли у него дети. Я знаю его профессию. Я знаю его… В Фейсбуке люди сами выворачиваются наизнанку, ставят свои фотографии, показывают… А те, которые показывают неправдивые фотографии, так я знаю, что это не он. Я сразу смотрю, я знаю, что это не он, что это маска. А я снимаю маски, я могу человека три маски снять. Я не хвастаюсь. Ну, не за 10 минут, так за 2-3 разговора я его выверну наизнанку у этого человека. Плюс я могу прогуглить и найти, кто у него папа и дедушка был, и кто у него брат. И через брата узнать про него. Сейчас все это можно сделать. Легко. Когда-то это делали спецслужбы. Вот сейчас это можно… сам я могу это делать. И ты можешь это делать. Любой грамотный человек и интеллектуальный может это делать. Да. Так вот, я создал очередную группу. Собрал интеллектуалов. Сначала 20-30, потом одни отсеялись, других я отсеял. Там один нас в сионизм тащил, другой в украинский национализм, третий в русский национализм, четвертый за Трампа кричал, что надо за Трампа, только за Трампа. Вот при этом человек, будучи русским человеком, русским, дважды профессором, родившимся в Петербурге, нашел в себе немецкие корни от бурбонов. Это ж надо такую шизофрению иметь. Ему 49 лет, видишь, он русский человек, но он сказал, что он от бурбонов. Не исключено, потому что в Россию, в Петербург пришли немцы когда-то и французы пришли. Имел бизнес в Петербурге. И потом, когда начался бандитский Петербург, он перебрался в Германию и во Францию, преподавал в Германии, Франции, потом был приглашен в Китай на два года преподавать. Могу сказать, его зовут Дмитрий, потому что вся группа его знает. Я не называю фамилию. И в конце концов ему повезло, два года назад его пригласил в Техасский университет. И он преподает в Техасском университете. Живет в штате Техас, у него четверо детей и жена профессор. И он мне стелил, такой я умный, такой я хороший. Но я потом понял, почему он мне стелил. Я ему нужен был, чтобы я создал группу, а он хотел эту группу захватить интеллектуалов. Главная его задача, это чтобы все проголосовали за Трампа. Как оказалось. Я не буду сходить на эту конкретную тему. Я просто говорю, что такое манипуляция. Вот тебе манипуляция. Так вот, возможно ли манипулировать сознанием небольшой группы высоких интеллектуалов для того, чтобы через них влиять на широкие массы? Русский вопрос. Ну, я уже выше ответил, что невозможно манипулировать людьми. Людьми можно управлять. Если человек хочет, чтобы вы им управляли, то тогда им будут управлять. А манипулировать – это невозможно. Значит, у нас с тобой разночтение в понятиях. Вот и все. Мы говорим об одних и тех же вещах разными словами. Ну, манипуляция – это управление против воли. А управление – это управление по воле. Давай так договорим. Убрать слово «манипуляция» – это вручную что-то двигать. В данном случае, когда ты работаешь с людьми, которые приходят к тебе лечиться, так или иначе, ты своим гипнозом, а некоторые люди еще пальцами дотрагиваются, то происходит манипуляция. Это мы сейчас просто в понятиях расходимся в понятиях. Давай уйдем. Что мы в тупик? Я не хочу тупик. Хорошо. Это была наша первая часть о манипуляции силе воли. И ждите продолжения. Пока-пока.